Сегодня представляю тему Палеолитические Венеры. Вообще, когда меня Олег пригласил выступать на этой конференции, я, скажу честно, дважды отказывался. Отказывался я не случайно, потому что я не мог, как скажем, для себя лично понять, как я могу выступить об архетипе Великой Матери. Для меня это понятно как исторический феномен антропологии начала XX века, может быть, от силы середины XX столетия. После этого это уже можно рассматривать только как часть науки, исторической периода антропологии, который был посвящен этой проблематике, но не как феномен современной науки. Я об этом дважды отказывался, и третий раз я согласился участвовать в конференции, потому что я нашел для себя тему, я нашел для себя подход, когда я могу и без всяких натяжек действительно говорить о проблематике, которая непосредственно связана с Великой Матерью, и в то же самое время никоим образом не наступать на ворог своим научным интересам. И моя проблематика сформулирована, это будет не просто полиоретические венеры, я бы сказал следующим образом, о чем пойдет речь. Речь пойдет о том, какую функцию выполняли эти статуэтки, статуэтки, которых на данный момент обнаружено около двух сотен, они относятся к колоссальному периоду времени, это несколько тысяч лет, несколько десятков тысяч лет. И я постараюсь представить все на данный момент научные гипотезы, это не сегодня, это гипотезы, и самое главное продемонстрировать на этом примере, как может выглядеть современная историческая наука. Для меня важнее все-таки даже не этот образ, он является неким инструментом для того, чтобы я продемонстрировал, как функционирует современный подход исторический, как он может удерживать в себе несколько противоположных точек зрения, не выбирая из них, и при этом оставаясь научными. Для начала напомню вам, что возникновения современного человека, то есть кроманьонца, относятся традиционно к периодам 150-200 тысяч лет, однако первые сохранившиеся полиоретические венеры, хоть и спорные, но тем не менее, датируются временем несоизмеримо более ранним. Ну вот, собственно, первый исторический артефакт, так называемая Тантанская Венера, Венера из марокканского Тантана, обнаруженная в самом конце 20-го столетия, в 1999 году, в 1999 году, и датируются возрастом в 300-500 тысяч лет. Относительно этой статуэтки есть очень много споров, но понятно, что в это время современного человека просто не существовало. Очень многие ученые склонны полагать, что это естественная эрозия камня. Да, эта статуэтка 100% использовалась последующими поколениями людей, она была покрыта красной мохрой, но действительно ли она была изготовлена рукой человека? Это большой и большой вопрос. Однако, я бы поставил вопрос немножко иначе. Здесь идет речь о том, что изготовил ли ее человек, или она появилась сама. Бывают такие примеры, когда камень действительно приобретает определенные антропоморфные черты без руки человека. Тем более, как видите здесь, это весьма условная черта. Весьма условная. Однако, новейшие сыскания антропологов, как американских, так и отечественных, выявили весьма интересное поведение у шимпанзе. В частности, наблюдения шимпанзе в Уганде выявили следующее. То, что прежде всего самки шимпанзе, мор и самцы в том числе, играют с игрушками. Они нянчатся с човками деревянными. Они заботятся о них, они заботятся как о детях. То есть, это уже использование некого подобия, некого заменителя представителей их вина. Более того, в Угвине исследователи-антропологи выявили весьма интересный случай, когда самец шимпанзе изготовил для такой чухки, изображавшей ребенка шимпанзе, целое гнездо специальное. Дело в том, что у шимпанзе, несмотря на то, что в основном заботятся о детях самки, тем не менее, самцы тоже проявляют заботу, особенно, если самок не хватает. То есть, самец может взять на себя заботу о взращивании молодых обезьян. В русскоязычных исследованиях это представлено обработок Александра Владимировича Маркова. Часть из них есть в сети, вы можете с ними ознакомиться. Этот материал новейший, который я даю, это «Дикие девочки-шимпанзе играет в куклы». Другой пример древнейших, до-караманьонских Венер, это знаменитая Венера из берега от Рома. Это Израиль на этот раз, территория отдаленная от Моробка. Датировка 200-250 тысяч лет. Найдена эта Венера в 80-е годы 20-го столетия. И здесь гарантированно нанесено три прореза острым камнем. То есть, это изготовило, так скажем, если не кроманьонец, то, по крайней мере, предшественник. В данном случае антрополог, иерусалимский антрополог, Горан Имба, вот, это женщина-антрополог, она утверждает, что с большой долей вероятности подобное изображение, женоподобное изображение, принадлежат рукам Homo erectus, то есть, даже не карманянец. Наиболее же древняя статуэтка, признанная всеми, она совсем новая по находке, тем не менее, неоспоримый факт, что это было сделано и было сделано рукой человека, это не улетривание, здесь никаких сомнений быть не может, это Венера из Холифельса. Она была обнаружена в Холифельс в 2008 году, это одна из наиболее крупных археологических находок 21-го века, там не только она была обнаружена, целый ряд артефактов древнейших, в частности, самый древний на данный момент музыкальный инструмент, плейте с путью отверстий совершеннейшей музыкальной инструменты, который современник это Венера. Это маленькая очень статуэтка, мы видим явные черты, то, что это женская фигура, здесь гипертрофированы половые признаки, и первичные, и вторичные, и вместо головы выстроено отверстие. Есть предположение, что она использовалась в качестве амулета, да или в качестве апотерапии, но я бы с выводами пока не стал забегать вперед, я просто даю информацию. Что касательно этой Венеры еще? Она сделана из бивня хрустистого носорога, и в данном случае она действительно вырезалась острым калом, она вырезалась кремной новости. Вот еще одно изображение этой Венеры. Она была найдена расколотой, это собрано, да, порядка, из шести кусочков. Другой совершенно уникальный древнейший памятник это Вестонецкая Венера. Вестонецкая Венера датируется периодом 29-25 тысяч лет в новой эры, это древнейшая в истории черамическая статуэтка. То есть это уже не просто вырезано в том, что дала природа. Оно полностью изготовлено руками человека, однако дата совершенно сумасшедшая, совершенно уникальная дата. Более того, она очень хорошо проработана, она эстетически совершенная. И обратите внимание на голову, это не глаза такие, это прорезы. Есть весьма примечательная теория, гипотеза, не теория, гипотеза, о том, что в первобытном обществе все носили закрытое лицо, его закрывали либо тканью, когда она появилась, либо шкурами для этого, скролезами для глаз. Представьте себе степень агрессии у существа, у которого уже появилось сознание, да и по-моему, по-прежнему почти животное. То есть любой косой взгляд, любой взгляд, наоборот, кажущийся, вызывающий вожделение, это вспыхивает конфликт, который может перерасти в убийство. Поэтому лицо закрывалось, и прорези для глаз, фактически взгляда уже через них не видно, через них можно видеть, но взгляда не видно человеческого. Кто автор этой геркотезы, я скажу позже, в конце лекции, я эту книгу приведу в пример, тоже новое издание, 2013-го, если изменять там. Вот еще одно изображение, это Венера. Ну, пожалуй, самая известная из палеолитических Венера, это Велендольфская Венера. Она известна не потому, что она самая совершенная, хотя она действительно эстетически весьма интересная, весьма колоритным памятником является культурой. Просто она найдена почти на 100 лет раньше, чем на 100 лет. Она найдена перед Первой мировой войны, в 1908 году. Поэтому степень ее распространения в культуре, ее известность наиболее велика. Современная датировка, я здесь привел датировку общепринятую, самая новая датировка ее, 29,5 тысяч. Это интересно, чем статуэтка? Обнаружена она в Австрии, но она сделана из ритлова и известняка. То есть, его там нет по определению. Она была принесена туда из очень-очень отдыханных мест. Я опять же оставлю пока этот вопрос открытым, потому что я о нем скажу позже, когда буду делать выводы. по разным возможным прочтениям этих статуэток. Большинство исследователей склоняются к выводу о том, что это воплощение Матери-Земли. Вот конкретно этот образ, можно на это прочесть. Большое количество антропологических, культурологических и других изысканий, что это действительно воплощение автонической Матери-Земли. У нее нет лица, заметьте, да? Что, впрочем, скорее подтверждает, чем опровергает тумус, который я только что говорил. Это может быть закрытым шкуром. А лицо... Просто отверстия здесь мастер решил не изготавливать. Это достаточно внутренняя работа, а в ФТР вполне необязательная, совершенно необязательная. На данный момент эта статуэтка является, пожалуй, самым дорогим древним памятником. Она оценивается в 60 гривенах. Вот она сейчас. Опять же, заветите, насколько гипертрофированы как привычные, так и вторичные полотненные признаки. Любой искусствовед сможет в этих скульптурных изображениях найти некий архаичный канон. Этот канон весьма примечателен, потому что все эти венеры относятся к совершенно разным локусам. Они в совершенно разных местах обнаружены. От Иркутска и до Марокко. Понимаете? Это колоссальная территория. По объему. Однако, есть вот такое скорство. Я его попытался подчертить. Бедра и грудь списаны в круг. Сама фигурка всегда подписана в рамках. Но в данном случае вы видите уже знакомую вам Велиндорфскую Венеру и Венеру из итальянского Савельяна. самую крупную из ныне обнаруженных полиоретических Венера. Венера из Савельяна, это модерна, Италия, обнаружена тоже в начале 20-го столетия. Она достаточно древняя. Она древняя, в смысле, для культуры, для антропологии, как факт изучения. Что касательно ее размеров, то это 22,5 см длины. Они остальные маленькие. Они, как правило, 10-15 см. Есть еще один, но реже. Следующий весьма примечательный артефакт. Здесь еще обратите внимание, что здесь ни головы, ни ноги. Есть некое утончение, закругление, о котором я тоже позже скажу. Один из самых известных артефактов Венера из Лестюр и Лестюрская Венера. Обнаружена тоже в начале 20-го столетия во Франции. Чем она примечательна? Во-первых, опять же, мы видим утончение, как головы, но здесь хотя бы на голову это похоже, так и ног. И до предела гипертрофированы вторичные головы. В данном случае, фактически нереально будет. Больше не будет. Это максимальная манира славы. Дальше у нас идет Венера-Мараванская. Возраст, примерно, постепенно уменьшается, приближается к времени зарождение уже городской цивилизации, хотя по-прежнему до нее еще очень далеко. Это Венера-Мараванская. Венера-Мараванская. Чем она интересна? Само изображение черты тела проработано несоизмеренно, чем предшествующий венера. Это уже, в принципе, скульптурное изображение. Действительно, тело, а не некого мифа о теле. И это тоже билийманда. Это тоже высеченные из кости. Тетка, материал кости. Далее я хотел показать вот такой пример. Он уникален, потому что это Борьев. Это не статуэтка. И он уникален, потому что это богиня-мать держит рок. Можно предположить, что это рок тура. И, возможно, это намекает на рок изобилия. На символику. Рога изобилия. Потому что богиня-мать, это не только богиня втанического мира. Это богиня рождения и смерти, богиня подателец. Следующее изображение также является абсолютно исключительным. Я отобрал только те, которые интересны сами по себе. Повторюсь, их уже найдено около двух сотен. Я отобрал наиболее ценные, которые пригодятся мне для того анализа, который я пытаюсь провести. Венера Брасенбуйская, того же возраста, что и предшествующий экземпляр, это единственная из всех полиэлитических венер, где детальнейшим образом проработано лицо. Это самая древняя из обнаруженных полиэлитических венер исторических. Это еще 19. В конце 19 столетия обнаруживается эта головка. Неизвестно, насколько было и было ли у нее тело. Понятно, что мы видим слом, но, опять же, это могло после этого сразу же и заканчиваться. Мы не можем воссоздать, было ли у нее тело в полном объеме и какое оно было. Но головка уникальна, потому что здесь есть точно открытое лицо, и это лицо проработано. Более того, можно даже говорить об определенном возможности определенного портретного способа. По крайней мере, так человек может выглядеть. Другой потрясающий совершенно памятник — это Венера из Петрушковицы. Петрушковицы — это Венера чем примечательна? Во-первых, она выполнена из железной воды, из гемотика. Но самое примечательное то, что голова нет полота. Ее никогда не было. Она таким образом забыла. Что еще примечательного в этой статуэтке? Фактически сходят на моль половые признаки. Это уже тело стройной девушки. Это не тело утрированной богини-матери. Это тело стройной девушки, женщины, которая не гипертрофирует головы. Почему без головы? Об этом я скажу. Почему в Венере речь идет о богине-матери? Почему? Потому что такова антропологическая традиция. Первая статуэтка, найденная в 19 веке, была названа Демирной Венерой. И с тех пор все они по принципу сходства. Именно поэтому Венера в кавычках. К Венере как к божеству не имеет ни малейшего отношения. Вот еще раз это изображение. Совершенно потрясающее изображение. То есть это мог создать и современный спирт. И, наконец, отечественные, да, примеры. Мальцинские Венеры, это Иркутск. Их найдено не менее трех десятков. Их очень много. Опять же, они отличаются от своих европейских полурек. Тем, что у них проработано, хоть и слабо, но лицо. То есть оно всегда, почти, почти всегда наличествует. И у них почти не проработаны вторичные половые признаки. Они всегда намечены. То есть груди прочерчены, но их никогда не бывает слишком. Эти изображения можно посмотреть в Петербургском армитаже. То есть это для русского человека доступно в наибольшей стране. Антропологи, изучавшие эту традицию, традицию Иркутских Венер, считают, что утончение книзу служило для того, чтобы эти фигурки можно было открыть в землю. Есть такая гипотеза. Однако, так как во многих из них выстрелили на то же отрепствие, их могли использовать как амулет с одной стороны, так и как тропею с другой стороны. То есть привлечение и отпугивание, соответственно, привлечение благ и отпугивание зла. И последнее из моих примеров, последний из моих примеров, это вообще совершенный шутерок достойный лучших современных скульпторов, да? Венера Невшотельская обнаружена в конце 20-го столетия. Понятно, что она намного младше других Венеров, это 12-12 тысяч лет, и это совершенно потрясающий материал. Это гагар. Это гагар. Это мягкий, теплый материал. По сути, абстракция, изображающая изгиб женского тела. С выстреленным крупным отверстием про шнурок, которое также могло носиться на шею. То, что они носились на шею, я не подвергаю сомнению, то, что было ли это амулетом. Я приведу несколько версий на этот счет. Итого, какие мы знаем современные базовые версии? Самая популярная версия – это амулет. То, что эти склетки использовались именно как кулоны, что их носили женщины для привлечения силы богини-матери, для того, чтобы дать большее количество живого и жизнеспособного потомства. Другая версия, я уже ее озвучивал, это оберег, это подробная функция, это функция использования его, дабы отгонять зло, отгонять возможный гнев богини, потому что богиня-мать – это хроническая богиня, это богиня, а не только благая, ровно настолько благая, ровно настолько же и злая. И другая версия, классическая, пока я говорю классическая, это по логической версии, это культовые изображения для поклонников. То есть их могли втыкать в землю при неком ритуальном действии, их могли облачаться жрицы или жрицы при неком ритуальном действии, их могли ставить в нечто, что сейчас было названо «алтарной зоной». То есть многие из них могут стоять, самостоятельно стоять. Хотя это тоже нельзя, и хапками можно было бы облакать, это не является обязательным условием отличие ритуального божества изображения от мерки. Однако есть несколько новых гипотез, с которыми я бы тоже хотел познакомить вас. Одна из них принадлежит Владимиру Искрину, это относительно новое издание, 3-4 года, загадка «Венера каменного века». Какую версию предлагает автор? Автор предлагает следующую весьма любопытную версию, ничуть не менее претендующую на право быть истиной, чем было обозначено на точке зрения. Он говорит о том, что в древнем обществе сексуальные связи были на самом деле достаточно упорядочены, это были сходки на брачной поляне, и так как это совершенно дикое общество абсолютно, то просто так отказать тому или другому мужчине женщина не могла. Это могло закончиться убийством. То есть, в качестве замены себя нужно было отдать невыбранному мужчине сексуально отказную статуэту. Эта традиция сексуально отказных кукол высуществовала чуть ли не до нашей линейки, в определенных, так скажем, прямо-вдеальных обществах. То есть, автор исследует целую долгую историю этой традиции сексуально отказных кукол, и именно в качестве сексуально отказной куклы понятно, а, зачем гипертерапируются половые признаки, да, то есть, она должна была в большей степени быть женщиной, чем та, которая ему дарит эту куклу. Вот. Для первичного мышления, прямо-вдеального мышления статуэтка, как нечто изображающее, то, что оно изображает, единое, да, то есть, означающее, отозначаемое, например, телеоптически никак. И поэтому, конечно, кукла воспринималась, как реальная женщина, да, она принималась, принималась, не вызывая агрессию, это некий обмен, да, на успокоение, вот. Тем более, что, представьте, сколько трудоемов был процесс его изготовления. То есть, это принималось с достоинством. И это объясняет целый ряд весьма интересных феноменов. Во-первых, зачем высветливались отверстия, ну, в некогда из этих кукол. А, представьте, что такое первобытное общество. Во-первых, дорог нет, это понятно, да, это очевидно, а в любой момент на вас может кто-то напасть. Руки нужны свободные всегда. Сумок нет. То есть, для того, чтобы носить на значительное расстояние статуэтки, тогда, как правило, обрачевание происходило не в одном плене, это перемещение было. нужно было обказные куклы носить с собой, к деньгам повесить мишень, для того, чтобы ее перенести и освободить руки в себе. Весьма убедительная точка зрения. Более того, есть еще интересные, так скажем, факторы. Это, опять же, изображение их с закрытыми лицами, да, о которых я уже говорил. Эта версия принадлежит тоже данному исследователю. И эта гипотеза может объяснить тот факт, что материалы, отсутствующие в данном опусе, появлялись там или в той или иной территории. Их туда приносили. Приносили либо женщины, которые приходили на эту территорию, либо с большей вероятностью тот мужчина, который получал его в качестве сексуально отказного опроса. Есть еще одна гипотеза, гипотеза в большей степени моя, хотя она витает в воздухе, ее озвучивали несколько видных ученых, но примерно так же, как ее озвучу сейчас я. Я не буду говорить даже, что это гипотеза. Это некое предположение, она совсем новая, потому что совсем недавно было обнаружено весьма интереснейший артефакт. Это, собственно, фаллоимитатор, древнейший в истории. Он датируется возрастом таким же, как эти древнейшие изображения, 28000 лет. То, что его использовали именно как фаллоимитатор, подтверждают большинство экспертов. Более того, его использовали во многих функциях. Например, знаменитый Николас Коннорад из университета Тюбингена говорит, что его, помимо прочего, гарантированно еще использовали для высечения искры. Интереснейший параллель, да, афаллического начала как раскрытия. 28000 лет назад. Также в устав исследователей круга Коннорада несколько раз проскальзывали следующие точки зрения, которые далее будут предлагать. Более того, я даже не столько буду вам ее предлагать, сколько я покажу. А выводы вы сделаете самостоятельно. В данном случае мы имеем два фаллоимитатора Каменного века и Венеру из Савиньяна. Они одинакового размера. И у нее нет головы из-за головы. Так не была ли она этим же самым фаллоимитатом? Вот еще пример. Опять сопоставление. Предсмотреть, насколько она схожа с политическим симптомом. Венеру из Савиньяна. Еще пример. И даже Верховская. Все, что представлено здесь, называется Венерами. То есть там я вам сопоставлял, а волосы или нет. Это все Венеры. Смогли бы вы найти разницу? Не уверен. Что я хотел в итоге сказать, к чему я хотел все это привести. А привести я хотел это к следующему. Когда речь идет о возрасте, хотя бы чуть больше, чем пятьсот лет. Все, что вы можете прочесть в работах антропологов, в работах историков и так далее. Я бы даже согровкой назвал словом «героидист». Это предположение. Предположение. Потому что культура настолько часто и радикально меняется, что мы с трудом себе представляем, что символизировало хотя бы сто лет назад. Причем настолько плохо себе представляем, что мы, например, многие слушают классические оперы типа «Травиатты» или «Богемы». «Богемы» написано уже фактически на рубеже 19-20 века, это не так давно от нас, это сотни лет фактически. И жалеют, плачут неких героинь, которые умирают от туберкулеза, это весьма слизливо. Но мы не понимаем такой, допустим, простой причины, что если вы откроете медицинские справочники 19-го столетия, авторитетные, потому что есть туберкулез, то вы прочтете, что это венерическая туберка. И вот тогда станет ясно, о чем это было. Ну, этого не понимаем. Мы не понимаем того, что было сколько лет назад. Когда речь идет о возрасте в 500 тысяч лет, это даже не гипотеза. Понимаете? Это просто сотрясание воздуха. Я хотел вам показать о том, что сам факт того, что это было схвачено как Венера, что это было персонифицировано как некое афтомическое божество женского типа, тоже можно весьма простой. Это не значит, что я отстаиваю эту точку, упаси Бог, я никогда не полезу бы в период старше, чем 500-600 лет. Я в античную Грецию никогда не полезу. Хотя многие лезут, это интересно. Но опять же, это гипотеза. Там вот можно с определенной любовкой сказать, что все-таки гипотеза. И потому что наша культура как возрождение все-таки на этом. Здесь речь идет о феномене, который изначально в нашу культуру входит как феномен женской статуэтки. Но он совершенно с таким же успехом мог быть не символом, не архетипом матери, а архетипом мужского фонического человека. Абсолютно таким же образом. И он мог служить как ритуальной целью и ритуальной дефлорацией. Он мог служить и так же с таким же способом, тем же самым хобби-легом для, так скажем, магического ритуала лечения женщин на диспоте. С таким же успехом он мог служить, понимаете? То есть здесь предположение можно строить до бесконечности. Я лишь хотел вам показать сегодня в том, что определенные мифы древности очень легко развеиваны. Это не значит, что это та, упаси бог, это не значит, что это палас. Поэтому все эти статуэтки могли относиться к совершенно разным культурам и означать совершенно разные. Понимаете, я вам показал статуэтки, которые друг от друга отстоят, если брать Венеру из Тантана на несколько сот тысяч лет. Понимаете? Что эта статуэтка значила для Homo erectus и что эта статуэтка значила для человечества, которое уже было готово к порождению городского типа цивилизации или поселка, хотя бы. Это совершенно разные вещи. Их нельзя соизмерить. Мы, повторюсь, не можем осознать вещи 150-200 лет назад возникшие. Когда мы, например, думаем, что энциклопедия, то во что бы то ни стало, тексты расположены в алфавитном порядке. В то время как первая энциклопедия, которая таким образом была расположена, она как бы называлась этой энциклопедией Дедра. До этого она была расположена в космогомическом порядке. То есть либо по планетам древних, либо в отцетворении мира, как это иероглифика Раймайна де Хога, как иероглифика Раймайна де Хога, то есть классические энциклопедии, предшествующие этому. Мы не знаем о том, что тюрьма, нам кажется, что тюрьмы были со времен древности. Мы знаем классические средневековые тюрьмы. Однако тюрьма в нашем понимании этого слова, как место по приговору суда заключали преступника, возникла в конце 18-го столетия. Это новейший феномен. До этого тюрьма противоположена юридической власти и опроверграя этой. То есть юридическая власть может вынести вердикт невиновен, она может вынести вердикт виновен и наложить денежный штраф, или вынести вердикт виновен и приговорить казнь. Казнь – это не обязательное лишение жизни, это может быть приявление. Вот. Но существует тюрьма, которая противоположена юридической власти, и туда попадает подростчик власть имущий. Даже того, кого могли оправдать на сути. Это то, что противоположено юридической власти, то, что исключало власть. Понимаете, это феномены новые, которые мы не можем осознать 200 лет назад. Понимаете, 200 лет назад. То, что болезнь и народ на телу, это доказал, простите, репостер в середине века 19-го века. До этого медицина взращивала болезнь. Взращивала до момента, который назывался кризис. Чтобы болезнь сформировалась в том четком виде, и лишь после этого врач приносил вердикт и приступал, опять же, не к лечению, а к поддержанию равновесия. Чтобы больной мог справиться с болезнью. Потому что болезнь не понималась как инородная. Понималась как некое страдание сопричастного тела, которое нужно, если и жить, то не радикальным методом, как это делается в современной медицине. И даже тот факт, который мы называем сейчас медициной, медицина уходит, нам кажется, вглубь веков от шаманов, от целителей и доходит до современных компьютерных технологий. Но медицина появилась, простите, тогда, когда появилась медицинская карточка. Это было все что угодно. Это другой культуральный феномен. Ведь можно ли рассматривать шамана как врача? Нет. Он плавлен в столько разных составляющих культуральных, что выделить оттуда именно его статус врача – это профанация этого феноменса. И то, что я хотел сегодня продемонстрировать на этих статуэтках, выходит далеко за пределы этих статуэток. Это лишь намек на то, что каждое явление, которое мы очень хорошо знаем, то явление, к которому мы привыкли, неплохо будет проверять на его соответствие. И удерживать в голове все возможные гипотезы. Это будет, по крайней мере, честно. Это не будет истиной, упаси бог, но это будет знанием. И современная наука, в каком виде я ее мыслю, она стремится к знанию, но не к истине. Истина – это конструированное знание. Ну, соответственно, у меня все. Если нет никаких вопросов, спасибо за внимание. Спасибо.